Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1031. Событие дня. Иван Гротуки, 18, 8. Сказываю вам, что поддаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И дальше наше объявление о помощи. Тут все без обмана. Указаны ролики, все показано. Ну и телефоны. Ребятишки учатся. Приходят, обувь там на несколько размеров больше. Это все надо обдумать. Вот Галина Загуляева взяла это на себя. Ей доверяем. Видите, как община доверила мне собирать и хранить эти средства. Расходуются средства на те или иные нужды детей. По благословению батюшки отца Якима Лапкина, по совету Лапкина Игнатия Тихоновича и нашего врача Яковлева Виктора Андреевича. А там уже другие будут покупать, что и как надо. За этим смотрят. А если дети неверующие, ничего нету, ни копейки. Неверующие заявят, против пойдет, это его дело. Он избрал другой мир, намного больше и шире, чем мы. Там они и помогут. Вот видите, какие номера, карты, все. Вот, Роман пишет. Вот что я нашел. Исайя 53, 5. Но он изязан был за грехи наши, имущим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Евангелие Ветхого Завета, по которому нас будет судить он. Вот у него болезни всего мира, а у нас вопросы, которые уже решены им самим. И решение он нам рассказал через свое слово и толкование древних святых отцов церкви. Это фроликов. Но этот мир предлагает нам другую мудрость в кавычках. Я-то особенный человек, и вопросы у меня особенные. Для меня не подходят те решения, которые уже проверены тысячами лет жизни, людей и Словом Божьим. По вере ваше да будет вам. Если будешь иметь веру с горчичное зерно, и скажешь, горе сей перейди, то гора перейдет. Зачем ты усомнился? Евангелие. А если нет веры, то просите ее у него. Не может отец дать сыну змею, когда сын просит отца рыбу. И не может дать камень, когда просит хлеба. Евангелие. Но мы смеем заикать о том, что мы особенные, что наша сложная ситуация, якобы особенная, что решения нашего вопроса якобы еще нет в Слове Божьем, якобы нет в древних толкованиях святых отцов Церкви. Так мы гордо заявляем по гордости житейской. Счастливие в том, что мы без помощи Божьей, через Его Слово и без древних толкований святых отцов Церкви. Это происходит также по похоти тела нашего, непослушной рабы нашей, бездействовать в деле изучения Слова Божьего и опыта древних святых отцов, которые нам известны не хуже новых святых. Это происходит из-за похоти очей наших, не видеть себя и вокруг себя нищеты материальной, потому что опыт Слова Божьего говорит нам о том, что все вопросы от желания, в виде только красивой, роскошной, крымских горы или другие горы в море, архитектуру, интерьер, красивые царские одежды, не хуже. Ведь трудно богатому идти в Царство Божие, а богатый этот, в том числе тот, кто стремится к краю на земле, в виде великой России победительности, великого Израиля победителя, или другого победительного мессианского царства на этой земле. Но невозможность человеку возможна Богу. Я отвечаю, насколько интереснее смотреть наши видеоролики тем, кто был хотя бы раз потеряемки, кто видел все сам. Такого ни в чем не нужно убеждать. У него это будет свежим на долгие дни его жизни. Я отвечаю, неясно. Как помогают людям понимать Священное Писание, Святую Библию? Это я говорил, когда конкурс был. Сами решают назвать свой ответ верным или как. Почему так неясно и даже ни слова нет об этом? Если Матфея 16.18 сказано, «И я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам Церковь Моя, и врата Ада не одолеют ее». Значит, не с нас Церковь началась, и понимание Святой Библии не с нашего века началось. Нужно знать, как это понимание было с самого начала создания Христом, Церкви Его. Ну, а там еретики, как они могут? Я это написал заранее. Как они? Они меня сразу там заблокировали, говорят, или выкинули, я не знаю как. Еще они будут мне какие-то премии присваивать. Вот для этого и сохранилось сокровище с Первого века толкования Святой Библии святыми отцами Церкви. На нашем сайте есть это вот здесь. И показано где это, 16 сентября. Почти месяц назад. Я Евгению пишу. «Старостильники, греки, самые неуклюжие, замшелые и самые упертые. Мертвое озеро по Некрасову. Причина разделения – языческий и юлиановский календарь не захотели поменять на христианский григорианский. Это яма тьмы, детская игра, тупости и мрака». Ксения пишет. Евгений, прошу ваших молитв, Игнатия Тихоновича и всех вас, участников этой группы. Ситуация в секторе Газии ухудшается. Арабы, мусульмане пытаются силой прорвать забор на границе. Они жгут покрышки, как на Майдане. И собираются возле границы несколькими тысячами, вступая в военный конфликт с израильскими солдатами. Это уже продолжается несколько недель. Зайдите на арабские новости. Эль Джаазира. И сами воочию увидите, что происходит в секторе. Такого уже давно не было. Арабы втягивают израильских солдат в открытый бой в узких кварталах миллионника сектора Газы. В Сирии Россия стягивает свои войска и ракетные поставки С-300. Израиль надеется на помощь Америке. Вчера заехал в порт морской Ашдотский. Там везде в порту были вывешены американские флаги на дорогах в порту. Зашло военно-американское судно серьезного калибра, вроде в порт израильский. А один мне православный сказал, а ты знаешь, что Израиль – это самое безопасное место в последнее время, в эпоху Третьей мировой войны. Ни в коем случае не покидай Израиль. Пишет мне этот православный, он где-то там, у владыки Агапангела Пашковского находится. Насчет, что Израиль – это самое безопасное место в эпоху Третьей мировой войны, такого откровения я еще не получал. Прошу ваших молитв, да будет воля Божья во всем, что происходит, чтобы Бог руководил в это кризисное время. При такой ситуации в Иерусалиме сейчас небезопасно будет ездить, в Ильонский монастырь. Там, в мусульманском неблагополучном квартале, окруженный со всех сторон мечетями, голос молы на территории монастыря сильнее слышен, чем звон колоколов монастырских. Когда вся эта пропалестинская смута поднимется, в этом районе особо лучше не крутиться. Узкие арабские кварталы. Один камушек по твоей машине в стекло. Побежишь за арабом по узким кварталам-то, не угонишься. Он там знает все ходы и выходы в этих узких улицах. Нармешься на еще большие неприятности. Полиция там особо не следит за порядком. Евгений, только что борода спасает. Все уже здороваются со мной. Ассаляму алейкум. А арабы некоторые, наверное, за своего принимают. Недавно приехал на стройку, привез контейнер. Так там турки работали. Видел бородатое лицо. И сразу мне, ассаляму алейкум. И руками держался за лицо. Мол, вот эта большая борода, как говорит Игнатий Тихонович, она у меня патриаршая. Потом меня один турок спросил на английском. Скажи, а ты мусульманин? Я сказал, что христианин. И больше ничего не спрашивал. Удивился, наверное. Потому что в наше время, как правило, только священники ходят с большими патриаршами бородами. Амиряне бреются почти всюду. Наталья. Да, Евгений, слежу за этими событиями, особенно беженцы в Германии. Арабы ненавидят евреев. Я это слышала миллион раз. Как они их поносят и их бога. И они знают, что в мире правят евреи. Но благодаря им еще держится мирное время, пока стоит их мечеть Амара. Нет места храма Антихриста. Но раз Америка вошла в Израиль, я не верю, что это самое лучшее место, где можно спастись. Если разорвут границу, а они эти могут сосед вас на куски разорвут. В них месть и злоба кипит Светлого Завета. Рожденные по плоти будут гнать рожденного по духу. Это усатая Наталья. За израильскими новостями весь мир следит. Молодец, Евгений. Именно наш настоящий христианский вид. Они не различают своих. Только меньше рот открывать. И лучше, что знает или понимает арабский, вообще ничего не говорить. У них радиосарафан работает от одного конца мира до другого конца мира. Те, кто разбирается в христианстве, иудаизме, только не знают, что бороду, ни края не трогают, а у них все трогают. Особенно видно по усам или по длине краев бороды. Кто по шариату живет, а кто нет. Евгений. Дело вот в чем. Арабы перестали запускать по Израилю ракеты. Поняли, что они только проигрывают, потому что Израиль атакует с воздуха, а арабам в секторе крыть нечем. Эти ракеты удары по сектору. Арабы заманивают Израиль в рукопашный бой в секторе. Вроде, как слышал уже Натаньягу, говорит, армии войти в газы, если не успокоятся. А так, всегда больший жертв с нашей израильской стороны в рукопашном бою в узких переулках сектора газы. Наталья. В моем городе замечено, и немцы имеют красивую длинную бороду, носят пиджак и рубашку с расстегнутой пуговицей. Я удивляюсь. Может, это и евреи покаятся и задумаются, почему их, рожденные по плоти, от агарь гонят? Евгений. Для евреев я Моше Рабейну. Моисей наш Раби с такой бородой-то. Многие меня так называли. Елена. Господи, помилуй. Не смотрю телевизор с их новостями. Видимо, грядет что-то. Куда бежать, не знаю. А уж не на Израиль-то. Я-то всюду направлен на ракеты. Господи, помилуй. Евгений. Есть откровение. Израиль – самое безопасное место в эпоху Третьей мировой Антихриста. Откровение для смелых. Так что меня увещевали ни в коем случае не покидать Израиль и дожидаться здесь, прихода Антихриста. Елена. Где есть? А кто-то говорит в России. Господи, помилуй. Наталья. Я говорю, тут многие на арабском, особенно с ливанцами и сирийцами, а Арамея. Пророк Исаия в нашей Библии говорит, что каждый побежит в свою землю. Арамея не смеются, а другим смешно. Я им в ответ. Так и всем ветхозаветным пророкам никто не верил. А когда начались суды Божьи, тогда от их не веря ничего не осталось. Улыбаться перестали, начали вспоминать историю свою. Евгений. Говорят, Россия пойдет на Израиль. Путина считают Гогом. Елена, а кто Могог, Наталья? Ну, я надеюсь, под защиту Христа, но не под Антихристом и его дудкой. В основном, евреи так и понимают. Если бы они веровали во Христа и Евангелие, то бы знали, что под небом нет места безопасного, так как все сгорит. А что евреи думают о России? Россия имеет опыт в войне. Россию сколько раз с землей равняли. И все равно мы с каждым уголки мира по количеству с евреями. Куда не повернешься, бездельцы русские. А если эти русские встанут, и те, кто за них? Евгений Могог, не знаю кто. Время вникать в эти пророчества. Время последнее. Время благовестия на поле битвы Третьей мировой в грядущие дни. Среди рек крови придется благовествовать. Последняя жатва. Хочу послужить Христу. Так, как бы сражаться до крови против греха. Ничего не бояться ни коммунистов, ни масонов, ни антихристов. Идти из Библии в руках под знаменем Христа. Уйти достойно в вечность, ко Христу с этой земли. Наталья. А у нас верных Христу христиан другого пути нет. Положить душу за ближнего. Вот тогда и будет видно, где плевел из церкви, а где пшеница. Евгений. Еще Илья Иенок не пришел. Но в Игнатии Тихоновича я увидел дух Ильи. И почему-то России Господь послал такого человека с пророческим словом живого Бога. Почему не грекам? Почему не евреям? Почему не арабам? Через небо и интернет столько людей проснулось от сна. Мы до конца не знаем. В каждом уголке мира, может, и найдутся люди перевести хоть какую-то часть его трудов на другие языки. Ведь и труды Исаака Сирина, и других перевели не все. Но и этого местить не можем. Елена. Хорошо, если сразу хлоп и нету. Я еще помню 2006 год. Бомбежки и последствия. Не приведи Господь никому. Женя знает, о чем я. А Евгений. Время славного мужчинищества. А мы тут патриархию обличить боимся. Вы еще не до крови сражались против греха. Вот что нам говорит апостол Павел-то. Вспоминая воспоминания Сергея Иосифовича Фуделя в тюрьме. Его ссылки на антисоветщину. Ссылали. Рассказывал, как они там проводили литургию с пленными епископами в камере. И мне захотелось на мгновение побыть с ними в тюремной камере на литургии, чтобы понять, что значит страдать за Христа. Валентина Сарсисон. Наталья, ты призываешь к войне русских, но это не Христов путь. Христов путь – это то, о чем говорит Евгений. Евгений, с Библией в руках. Наталья, это будет время испытаний в вере ли мы? И твердо стоим на ногах мы сейчас, телесно немощные, что нас хлоп подним ударом и нету. Раньше люди здоровее были, а наше поколение какое? Я желаю видеть русских с Библией в руках, а по-другому никак. Восстанут сильные верующие мужи и женщины, и будут благовествовать скорбь. Только объединяйте и к покаянию приводите. Помоги нам, Господь, жаль, что дети этих русских не знают русских. Валентина, русские с Библией в руках. В наше время – утопия. Наталья, Бог по молитвам святых все может сделать. Пока у нас нет такой ситуации, как в Израиле и других уголках земли, поэтому люди не ищут Бога. Борис про занятия спросил. Валентина, эта ситуация видна везде и во всем, куда ни взгляни, кругом сатанизм. Наталья, истинно, так и законы такие, но есть люди, которые щихали на законы, им все равно, им дай автоматы побегут. Валентина, бред какой-то несешь. Наталья, почему эти же беженцы не работают, их не заставляют и имеют как минимум четыре ребенка, и сидят дома в домах, в которых и сами немцы не живут, и строят для них все больше и больше, вводят машины без прав и обходятся штрафом, который даже не оплачивают. Негры живут, матери-одиночки и рожают, не поймешь от кого. И все сидят дома и не учатся и не работают. Эритрия, так же марокканцы, так же белая раса работают, а черная сидит и ест и не думает ни о чем. Я отвечаю. «Будет проклят самим Богом». Иеремия 48, 10. «Проклят, кто меч Господень удерживает от крови». Наталья, спаси Христос, отец Игнатий. И я об этом Евгению хотела донести. Эту землю ожидает гнев Божий. Что там творят евреи? Это вообще все законы Моисея и Евангелия превзошли. Особенно их жены. Ох, Евгению я пишу. Моя личная просьба и вещание тебе, дорогой мне брат Евгений. Заканчивай сегодня же поиск чего-то лучшего. Это твоя привычка бродяжничать. На этом ты можешь испоткнуться, сделать все упрямым и на помойке закончить свои шатания. Держись, Христа Иисуса, и только в этом все наше спасение и непостыдная надежда. Держись, православие и только православие. А какой юрисдикции? РПЦЗ, где ты был найден? Там у вас опасно от арабов. Раз, два или четыре в год для причастия можешь уже пробраться туда. А ходи просто для моления и утешения в любую, но принадлежи душой только к РПЦЗ. К той части ее, которая приняла акт о каноническом общении с МП. Эта часть церкви возникла в страданиях, а не в вычурных исканиях, как старостильные, замшелые и скандальные, непримиримые и подвальные. Ну, а там что? Еще вчера целый день собирал калину. Два полных ведра набрал, очистил. Лесенку принес и все боялся. Свергнусь оттуда. Ну, хорошо побрал. Ну, и показать наши ресурсы. Вот сегодня уже выставил. Кажется, раз, два, три, шесть. Где Володя ездил, шесть роликов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. Благовестие восемьдесят шесть. А вот Владимир Пащенко, где покаялся, сто пятьдесят пять за один час. Это много, конечно, для нас сто пятьдесят пять. На первом месте этот ролик. Ну, вот и все. А вот где тут я с Розами, Надежде Васильевне, подходил. Четыре тысячи шестьсот пятьдесят за один день. Для нас эта цифра запредельно большая за один день. Торопимся отправлять в город побольше. Четыре тысячи семьсот двадцать три. Это мой мир, прочитатель Андрей Александров говорит. Наш форум тысяча шестьсот тем. Вот оно где. Ну и наш видеоканал большой. Большой очень. Двенадцать тысяч, почти семьсот роликов. Ну и мой, так сказать, православный библейский сайт. И на этом сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...